Дорогая Церковь, братья и сестры, Бог дал нам прекрасный день, прекрасное время. Слава Ему за это! И Бог, Он любит Свою Церковь, и брат сегодня нам проповедовал о том, когда люди, они входили в это присутствие Божие, видели это присутствие Божие в своей жизни. И это очень важно. Одну мысль, которую я однажды прочитал у одного проповедника, он говорит, что если с нашего служения забрать пение, если с нашего служения забрать, может быть, музыкальную аппаратуру, инструменты, то что останется? И если в этот момент останется молитва, исполненная Духа Святого, познание Слова Божьего, жажда по Богу, то эта Церковь благословенная. Слава Богу! Конечно, это все нужно, все, что мы имеем, оно идет дополнением к Богоисканию, присутствию Божьему, но это не основное. Основное мы сюда приходим для того, чтобы искать Бога. И Господь, Он действительно благословляет нас, Он благословляет Свою Церковь, Он ее ведет к совершенству, приготовляет к небу, приготовляет в Своей встрече, чтобы Его невеста, она предстала пред Ним неоскверненной. И мы достигли этого неба однажды и вошли в радость, и были там однажды в небесах с Господом нашим Иисусом Христом. Слава Ему за это! И мы на пути, мы идем, Господь нас учит, направляет Духом Святым, наставляет нас, чтобы мы однажды были там с Ним. Он желает каждому из нас только спасения. И я хотел бы сегодня прочитать такое местописание, которое описано в книге Откровения 3 главы послания к Лаадыкийской Церкви. И здесь написано, я зачитаю все слово, которое было к этой Церкви. И ангелу Лаадыкийской Церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный, истинный, начало создания Божьего. «Знаю Твои дела, Ты не холоден, не горяч, о, если бы Ты был холоден или горяч, но как Ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну Тебя из уст моих. Ибо Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что Ты несчастен, жалок и ниш и слеп и наг. «Советую Тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы Тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была страмота ноготы Твоей, и глазною мазью помажь глаза Твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям». Как и в то время Господь обращался к церквям и открывал состояние церкви и говорил, и мы видим, что здесь такое идет слово «наставление и обличение от Господа к Лаодикийской церкви». Но я думаю, что это слово, оно сегодня также, оно касается и нас, и оно относится к нам. И мы должны его читать и рассуждать над ним, чтобы не попасть, не впасть в то же состояние, в котором была эта церковь. И тот стих, мы видим, что Господь обращается и говорит, что эти люди, они перестали, они стали холодными для Бога, они потеряли это горячее состояние, когда они горели, когда они молились, когда они служили Богу и искали Его с жаждой. И наступило в их жизни такое теплое состояние. И вот Господь, Он говорит такой совет. И я так назвал свой совет Лаодикийской церкви. И Он говорит такой совет этой церкви. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Итак, мы видим, что лаодикийские христиане – это были состоятельные люди, которые не имели нужды в чем-либо. Однако же Бог говорит, что им нужно обогатиться Его богатством, Его золотом. Дело в том, что эти люди, имея все на этой земле, они обнищали духовно. Они духовно стали нищими и перестали замечать свою духовную нищету. И поэтому Бог советует им обогатиться, поэтому Бог советует им приобрести у Него духовное богатство, духовное золото. Что такое богатство? Богатство – это в нашей жизни обилие земных благ. И мы понимаем, что есть земное богатство, и понимаем, что есть также и духовное богатство, которое дает Бог. И мы понимаем, что духовное богатство, оно намного ценнее, чем это земное богатство. Читаем Псалом 61, 11. Здесь написаны такие слова, вторая половина стиха. «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Когда мы в Библии рассматриваем тему богатства, и мы не можем сказать, что Бог против благосостояния человека, и чтобы человек имел большое имущество и так далее. Но проблема в этой церкви или проблема в жизни человека, когда человек прилагает или прилепляет к нему сердце. Может быть, у нас разные мысли по тому, когда считать человека богатым, когда он имеет миллион или больше, или до миллиона, но иногда человек имеет что-то малое, и он настолько держится за это, потому что он понимает, что он работал, он платил, он вкладывал туда свое время, и вот это земное ему настолько становится дорого, и он прилепляет к этому сердце. И его вся жизнь, все мысли, все его существование, оно вокруг этого земного, вокруг этого богатства. Но Писание говорит, что когда оно умножается, когда Бог начинает тебя благословлять, когда Он дает тебе, не прилагай к этому сердце. И мы видим мало примеров в Библии, когда люди, имея богатство, они могли с легкостью расстаться с ним. Один из таких примеров, это Иов, который потерял все, имел большое богатство, но он сказал, Господь дал, Господь взял. Его сердце, оно не было прилеплено вот именно к тому имуществу, которое он имеет. Но мы видим также, может быть, ту притчу, которая описана, когда человек собрал большой урожай, когда он сломал старые житницы, потому что не помещалось все, и построил новые, когда он запасся всем, что ему надо, а он говорит, а теперь вот у меня спокойная жизнь, душа ешь, пей, наслаждайся, веселись, теперь вот спокойная жизнь наступила. А Господь говорит, что не в этом жизнь, а если ночью приду и возьму душу твою, кому все это достанется? То есть мы видим, что Господь наглядно показывает, чтобы мы не прилеплялись в этой жизни к этому земному, хотя наша жизнь во многом зависит от финансов, от того, что мы можем приобрести, но чтобы наше сердце, оно не было прилеплено, чтобы нам не попасть в неправильное состояние перед Богом. Это очень важно. Поэтому Матфея, 6 глава, 20 стих, мы читаем такие слова. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». Здесь написано, что мы должны больше думать и мечтать не о земном богатстве, а о духовном богатстве, которое есть у Бога. И собирать это сокровище на небе. И это сокровище, оно никогда не исчезнет, его никогда не украдут. Это очень ценное богатство, выше всех богатств на этой земле. Если мы читаем Матфея, 13 главу, «Однажды Иисус Христос, Он сказал такую притчу, с 44 стиха я зачитаю, еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил от радости о нем и идет, продает все, что имеет, и покупает поле. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, и что имел, купил ее». И мы видим такой наглядный пример, когда человек, он имел какое-то богатство, он имел что-то доброе в жизни своей, и вот он нашел выше этого богатства. И написано, он идет, продает, распродает, чтобы получить то, что ценнее. И это очень важно. Поэтому здесь мы видим, что ценным богатством является искать Царство Божье. Это ценнее, чем какое-то золото или серебро, и что можно иметь на этой земле. Но чтобы мы искали, в первую очередь, Царство Божье, чтобы это Царство Божье, оно было в нашем сердце. Поэтому написано в Лука 12, 31, «Наипачи ищите Царство Божье, и это все приложится к вам». То есть наши мысли, они должны быть заняты тем, чтобы искать Царство Божье. Что такое Царство Божье? Царство Божье – это присутствие Божье, это есть Сам Господь. И когда Господь, Он живет в нашем сердце, вот мы находимся в Его Царстве, мы находимся на Его территории. Когда наше сердце занято Его словом, молитвой, когда наше сердце занято действительно Богом, тогда мы находимся в Его Царстве, и мы ищем Его мира, Его любви, мы ищем Его присутствие в своей жизни. Искать Царство Божье – это значит жить духовной жизнью. Но чтобы жить духовной жизнью, нам нужна молитва, нам нужно общение с Богом, нам нужно пребывать в Слове Божьем, нам нужно посещать церковь, нам нужно поступать по Евангелию, и тогда мы будем жить этой духовной жизнью, и мы будем искать Божьего Царства таким образом. Чем сегодня может похвалиться современная церковь? Или как себя сегодня рекламирует современная церковь? Возможно, кто-то говорит, у нас есть хорошие прапорти, у нас есть хорошее здание, возможно, у нас есть хорошая численность людей, у нас есть хороший хор, у нас есть то или иное. И часто может быть вот такая реклама в современной церкви, может быть, есть все удобства, но чем сегодня могу похвалиться я, как христианин? Чем могу сегодня я похвалиться, как христианин? Если в моей жизни есть молитва, если в моей жизни есть познание о Боге, то я буду хвалиться Господом, то я буду искать Его Царство. Я не буду хвалиться сегодня своими земными достижениями, все, что дал мне Бог. Написано, это все приложится тебе. Господь благословит тебя, насколько ты в чем имеешь нужду или твоя семья. Господь благословит тебя непременно, но чтобы в твоей жизни и в моей жизни было в первую очередь искание Царствия Божия и Бога. И мы видим, что проблема Лаадыкийской церкви была, что они остыли для Бога, они потеряли это духовное богатство, имея достаток на этой земле, и они оказались почему-то перед Богом нищими. Бог говорит, а ты забыл, что ты нищ и наг, да? То есть перед Богом они на Божьих весах, они оказались нищими. И да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы нам искать Божьего богатства, чтобы нам не быть перед Богом нищими, чтобы мы действительно искали Его Царство, искали Его самого, чтобы Господь наполнял наше сердце, нашу жизнь, чтобы наши молитвы были горячими, чтобы у нас было познание о Боге, и Господь будет благословлять нас, Господь не оставит нас. И тогда и богатство, и имение, которое мы имеем, оно не помешает нам, и мы будем правильно на это смотреть, правильно к этому относиться, и Господь благословит нас в нашей духовной жизни. Второе, о чем здесь написано, когда мы читаем, то Бог говорит, советую тебе и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была страмота ноготы твоей. одежда во все времена это является олицетворением или выражением внутреннего мира человека. Поэтому, когда мы встречаемся с человеком, мы посмотрим на человека, как он одевается, как он выглядит, о чем он говорит, мы немножко уже можем судить, а что внутри этого человека, что наполняет внутренность этого человека. Так и лаадыкийцы, они имели достаток во многом. Они могли позволить себе дорогую современную одежду, но в Божьих глазах они были, они выглядели срамно, да, как здесь написано, или неприлично по-нашему. И поэтому Бог говорит им одеться в белую одежду, которая есть у него. И это очень важно. Белая одежда в Слове Божьем это символ чистоты, символ святости и праведности. Кто такой праведный человек? Это благочестивый, безгрешный, соответствующий евангельским правилам. Через веру во Христа и покаяние, и старание поступать правильно, мы можем иметь эту белую одежду с вами. Только Бог может дать праведность. Только через жертву Иисуса Христа мы можем получить эту невинность, эту чистоту. Поэтому человек, когда приходит и кается, Бог дает ему эти белые одежды. Но что дальше говорит Писание? И что дальше говорит Бог? Иди и впредь не греши, да? И это есть евангельское учение. И дальше поступай правильно по евангельскому учению. И ты будешь перед Богом в белых одеждах. И да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы, как вот эти лаодикийцы, они просто потеряли свою праведность перед Богом. Они перестали стараться ходить перед Богом и угождать Богу. Возможно, они имели хорошие одежды у себя дома. Они могли нарядно одеваться, но это им не помогло. Бог говорит, вы срамно или неприлично передо мной выглядите. Вам нужна моя одежда. Вам нужна моя праведность. Вам нужна белая одежда. И это совет от Господа для этой церкви. Да благословит нас всех Господь. И третье, о чем здесь написано, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ладыкийские христиане, они были успешными в своей жизни. И наверняка они видели, как строить эту жизнь и как правильно успешно жить. Но Бог говорит, что они духовно слепы. Они видят, как правильно жить, но они духовно слепы. Они духовно дезориентированы, и им нужна мазь, которая есть у него, чтобы их духовное зрение, оно возобновилось. Иоанна 12,40, я прочитаю этот стих. «Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое. Да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вот такое состояние попала эта церковь. Они перестали видеть правильно. И одной из причин духовной слепоты часто является это грех. Грех, он влечет за собой слепоту, помрачение ума и поврежденную совесть. И когда человек живет во грехе, он начинает оправдывать себя. Он перестает принимать истину, принимать Слово Божье, принимать обличение, потому что поврежден его внутренний человек этим грехом, потеряна связь с Богом. И грех по свидетельству Слово Божье является делами тьмы. То есть все, что связано со грехом, это все связано со тьмой, с духовной слепотой. И когда человек имеет связь с греховным миром, когда он грешит, то он попадает в эту духовную слепоту и в эту тьму. Если мы читаем Исаия 29, глава 15 стих, там написано, «Горе тем, которые думают скрыться в глубину, чтобы замысел свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас». То есть человек впадает в такое состояние перед Богом греховное, и он говорит, «Кто увидит меня или кто узнает?» Но мы знаем, что Господь, Он все знает. И как только мы делаем грех, мы теряем это общение с Богом. Может быть, никто нас не видел, может быть, никто из людей не знает о нашем внутреннем состоянии или то, что мы делаем, но Господь знает. Господь, Он есть сердце, ведется, и Он видит внутренность и состояние человека. И поэтому, когда мы приходим в Его свет, это состояние обнаруживается. Дух Святой начинает обличать нас, Дух Святой начинает говорить что-то к нам, и нам нужно в это время не отвергать голос Его. И мы знаем, что грех, он вносит в жизнь человека вот такой мрак, смятение и духовное ослепление. Здесь написано, что Бог, Он советует взять и купить у Него глазную мазь и помазать глаза для того, чтобы видеть. Чтобы купить что-то, нужно что-то отдать. И это должно чего-то стоить. Поэтому, братья и сестры, чтобы иметь духовное зрение, иметь исцеление, нам нужно что-то отдавать для Бога. Нам нужно находить время для Него, время для того, чтобы искать Его. И если мы не рассуждаем над Словом Божьим, как мы можем знать, как нам жить и как поступать правильно перед Богом. Псалмопевец говорит, Псалом 18, 9, написано так, «Заповедь Господа светла просвещает очи». И действительно, Слово Божье, оно дает нам свет. Слово Божье открывает нам правильный путь. Слово Божье открывает нам это духовное зрение. И поэтому, да благословит нас Господь, чтобы нам принять все, что было к этой ладыкийской церкви, все эти советы и все, о чем мы сегодня рассуждали, чтобы нам действительно быть перед Богом в правильном состоянии, чтобы нам быть перед Богом, чтобы наши глаза были открыты, чтобы мы имели белую одежду перед Ним, чтобы мы были перед Богом обогащенные Его Словом, Его присутствием в Его Духе, и чтобы мы ходили и стояли перед Ним правильно. И когда Господь будет смотреть в нашу жизнь, когда будет Господь смотреть в свою церковь, чтобы Ему было приятно, чтобы Он действительно мог там производить свою работу, чтобы Он мог действовать через такую церковь. Но когда церковь в неправильном состоянии, или я, или ты, в неправильном состоянии, что Бог может сделать? Он только наставляет, научает для того, чтобы спасти человека, для того, чтобы привести его в должное состояние. Поэтому да благословит Господь нас всех, братья и сестры, чтобы нам в этом не иметь ущерба, чтобы нам в том, чем нужно нам, может быть, исправиться, поправить перед Богом, может быть, свою жизнь, свои дела, если нужно, если Господь говорит и обращается к нам. Да благословит каждого Господь ему за всю славу!